Ракета 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 реки Ауспии, потому что опасность исходила из той долины, поэтому они побежали в долину Лосьбы, они спустились в долину Ауспии, где у них был лабаз с продуктом. Я думаю, в этом все их поведение было видно. И, в принципе, они были, конечно, поражены радиоактивным заражением, которое захватило воздух, снег при взрыве атома. И, видимо, в легкие попало очень много этой снежной пыли, пораженной продуктами распада. И они не могли жить уже долго. Если бы в нормальных условиях они могли дойти и до второго северного поселка, и даже до поселка Ушмы, и до Вижая, сил бы им хватило, то здесь практически они умерли в один момент. Ну, последовательно там. От силы там у них между ними было полчаса, между смертью одного и другого, там, третьей группы. Поэтому здоровые ребята, которые, видимо, больше всего работали и умерли первыми. И, ну, сам факт, то, что они остались у Кедра, говорит о том, что они дали понять тем, которые их найдут, что вот они именно здесь находятся. Вот этот акт, видимо, можно приписать действительно к их подлинному осознанию того, что они знали, что с ними произошло. И они хотели всем людям показать. Все в этой гипотезе складно, кроме одного. При этом нам в взрыве, как правило, взрывной волной валит все вокруг. Никто из поисковиков и туристов никогда в окрестностях перевала Дятлова не видел обильно поваленных деревьев. По крайней мере, ни одного упоминания об этом нам не известно. Вторая вариация – ракетные темы. Над горой мертвецов взорвался некий экспериментальный зонд, заполненный психотропным газом. Содержимое зонда воздействовало на психику туристов, и они, не ведая, что творят, полуголые побежали в ночь. Эта версия настаивает на том, что действия ребят-дятловцев были неосознанными, хотя большинство экспертов, напротив, склонно считать, что вели себя туристы УПИ продуманно, мужественно и даже героически. Третья вариация – сродни предыдущей. Над горой мертвецов испытывалось оружие ужаса. Это некое летающее устройство, источающее звук такой частоты, что звуковые колебания входят в резонанс с клетками человеческого организма, человек испытывает ужас и производит совершенно дикие поступки, не свойственные ему в нормальном состоянии. Еще одна, четвертая инвариация этой темы говорит о том, что над перевалом Дятлова военные испытали оружие, называемое, по мнению автора этой версии, АКУ-дьявола. Что такое АКУ, черт его знает, но вроде бы как это АКУ-дьявола излучало инфразвук. Туристы-дятловцы попали в акустический коридор и испытали панический ужас, после чего побежали к лесу и погибли. Но есть и более конкретные и реалистичные варианты. Ну, например, ракетная вариация номер 5. Ее предложил офицер ракетных войск стратегического назначения майор в запасе петухов. Он считает, что в ту роковую ночь на гору мертвецов упала одноступенчатая ракета, 8К-65. Видите, какая конкретика? С точностью до модификации ракеты. По мнению господина Петухова, эта ракета в 59-м году была еще экспериментальной и, вероятно, подверглась испытанию. Собственно, версия такая. 8К-65 была запущена с Байконура и летела на испытательный полигон на Новую Землю. Гора мертвецов находится практически на одной прямой, соединяющей Байконур и Новую Землю. Вероятно, с экспериментальной ракетой произошел некий казус и она развалилась в полете, прямо над горой мертвецов. Железо упало, но самое главное, в баках еще оставалось топливо, гептил и окислитель, азотная кислота. Облако из этой смеси стало опускаться на гору мертвецов. Туристы этой отравой надышались и умерли от отека легких. Автор этой догадки, майор Петухов, свидетельствует, что сам воочию видел аналогичную катастрофу в 65-м году на испытаниях в Капустином Яру, где дислоцировался известный советский полигон. Ракета развалилась на две части, вниз осело черное облако с огнем, и все в тумане. К утру все рассосалось. Что же стало с обломками ракеты на горе мертвецов? А их сразу подобрали спецслужбы. Прилетели, сбросали вертолет, следы замели, на погибших ребят-туристов внимания не обратили и улетели. Эта версия объясняет и переломы, и желтый цвет кожи погибших. Очень реальная гипотеза. У академика Петра Бартоломея, мастера спорта по туризму, человека, лично знавшего дятловцев и много лет занимающегося этой темой, имеется своя версия. Вернее, придумал ее человек, написавший академику письмо. А Петру Ивановичу версия очень понравилась. Она объясняет практически все, в том числе и загадочные огненные шары в северном небе, и испуг, и переломы. Он высказывает соображение, которое мне импонирует тем, что оно не противоречит имеющейся информации, а многое даже и объясняет. Если до этого разговора я все время был уверен, что события, которые там произошли, связаны с падением, с неудачным запуском, чаще всего с залетевшей туда ракетой, то с его слов следует, что было все нормально. Это был, наоборот, запуск, который происходил с территории соседней Пермской области. По его словам, в это время начинались и начинались производиться шахтные запуски из шахт, как я уже сказал, и это объясняет еще то, что дорог там не было. Я его спросил, там же не было никаких дорог, ни до, ни после. Он объяснил, что строились они вертолетным способом, вахтовым методом, и поэтому, в принципе, они как раз были скрыты от глаз. Во время запуска такой ракеты предварительно наступает акустическое воздействие на инфра-низких частотах. Звук распространяется как по воздуху, так и по земле. И, как известно, и это подтверждают специалисты, получается психотропное воздействие на человека, когда он уже находится в предпаническом состоянии, не ощущая, не понимая, не осознавая, что у него какой-то внутренний страх имеется. И малейшие потом непонятные явления его могут вывести в состоянии разновесия. Ну, в принципе, можно было бы здесь рассказать очень интересную историю, но время не буду отнимать, как в театре в одном пробовали сделать такое же акустическое воздействие, и зрители не предупредили. И вместо того положительного эффекта нагнетания страха просто кончилось тем, что все зрители вскочили и убежали в панике. Вот здесь было нечто подобное явление. Во-вторых, в то время ракеты снабжались, я точную терминологию не соблюдаю, потому что не специалист, ракетными специальными натриевыми горелками, которые излучают желтый, очень яркий желтый свет, которые, во-первых, пробивают атмосферу на большое расстояние и позволяют сопровождать ракету, отслеживать ее траекторию. Во-вторых, по спектральному анализу, по известным физическим эффектам, по смещению спектра желтой линии можно было судить о скорости и местоположении этой ракеты. Эта вспышка настолько сильная, что люди, попадающие в эту зону, они, по сути дела, могли ослепнуть на некоторое время и даже не исключено получить определенные ожоги, если они оказались на этой территории. Третье. Когда уже ракеты попадают в эту зону видимости прямой, то, конечно, страшный грохот и гул, и само пламя тоже могут воздействовать. Все в комплексе это могло вызвать и паническое состояние, и бегство этих людей. Кстати, объясняет очень многое, что было связано с этим событием. Лично же автору данного повествования очень симпатична такая гипотеза. Это симбиоз нескольких версий. Да, действительно, была ракета. Это практически не вызывает сомнений. Лететь она могла куда угодно, откуда угодно, хоть и с Пермской области, хоть и с Капустинояра, хоть и с Байконура. Это не суть. Ее сопровождали самолеты уральских войск ПВО. Такое практиковалось. Это была норма жизни. Чаще всего ракеты летали зимой и по ночам. Атмосфера в это время была оптимальна. Ракета была снабжена натриевой горелкой. Зачем об этом сказал академик Петр Бартоломей. И это логично. Эта пресловутая ракета вышла из-под контроля РЛС, потеряла управление и над горой мертвецов была ликвидирована или при помощи самоликвидатора или с самолетов сопровождения. В воздухе эта беда рванула, а внизу студенты-туристы. Обломки посыпались вниз. Но едва ли некая мимолетная вспышка могла так сильно напугать образованных людей. Ну, взорвалось. Ну, упали ошметки. Ради этого едва ли нужно бежать полтора километра по морозу. Другое дело, что остатки топлива, того же гептила, стали медленно оседать и выжгли на горе мертвецов весь кислород. Нехватка воздуха очень реально могла напугать ребят и они побежали как можно дальше. Ну, и у кедра, судя по тому, как хило горел костер, с кислородом были проблемы. Что касается оставшихся опаленных пусков ракеты, то их забрал специальный вертолет. Это логично, если учесть, что секретная испытуемая ракета хлопнулась не на финишный полигон, а на местность, где изредка встречаются живые люди. Эта версия объясняет все. Шары в небе, переломы у ребят, невозможность вернуться к палатке и желтый цвет кожи. Что касается останков гептила, то они испарились за 24 дня, пока на горе Мерфецов не появились первые поисковики. Единственная загадка это отсутствие языка у одного из туристов. Это действительно непонятно. Некоторые эксперты считают, что при отсутствии кислорода люди умирают с открытым ртом. Обнаружили туриста без языка только в начале мая 59-го года, то есть спустя 3 месяца после гибели под 4-х метровой толщей снега. Может и вправду какое-нибудь голодное зверье язык отъело. Хотя вряд ли. Теперь обсудим ряд косвенных доказательств, говорящих в пользу ракетной версии. Ну, во-первых, то, что ракеты в этом районе летают, подтверждается тем, что в феврале 1999 года юбилейная экспедиция «Мистический поход» обнаружила под каменным останцом круглый металлический обломок, опаленный по краям. Кто-то его давно уже нашел в окрестностях горы мертвецов и принес к памятнику дятловцам. То, что это кусок сопла ракеты, достоверно не доказано, но очень походит. И кроме того, можно уверенно утверждать, что эта штуковина прилетела сюда по воздуху. В противном случае, у кому может понадобиться тащить в такую даль на себе тяжеленную железяку? Туристу нет, манси нет. Откуда в диких краях появился оплавленный обруч? Ответ наворачивается сам собой. А всплывает другой вопрос. А не кусок ли это той самой ракеты, которая погубила дятловцы? Определенно, железяка старая. Тут возможны два варианта. Если предположить, что здесь, на Северном Урале, в 50-60-х годах был испытательный полигон, как это утверждают некоторые, то ничего удивительного в обнаружении ракетного обломка нет. Но с другой стороны, если сюда регулярно врезались ракеты, то весь Северный и Приполярный Урал должны быть изрыты огромными воронками. А туристы, неоднократно бывавшие в тех краях, ничего об этом не знают. Да и вряд ли даже циничные советские военные могли швырять ракеты на территорию, где обретаются манси, изредка ходят туристы, короче, на частично обитаемую землю. Скорее нет. Скорее ракета действительно сошла с курса и была подорвана в случайном месте. И по воле Рока под ней оказались молодые ребята. И тогда всплывает такая догадка. Если это место выбрано случайно, то могла ли здесь же взорваться еще одна ракета. Законы баллистики и вероятности говорят, что две бомбы в одну воронку не попадают. Но обломок от ракеты все же на горе Мир-500 есть. Что это значит? Да ничего. Хотя предположить можно, что это кусок той самой ракеты, которая испугала и убила туристов Дятовцев. Впрочем, это лишь цепь логических рассуждений и частное мнение автора этого фильма. Также в пользу ракетной версии говорит теоретическое умозаключение профессора медицинской академии нейрохирурга Евгения Крупина. Он в свое время очень плотно сотрудничал с судебным медиком Возрожденным, исследовавшим тела Дятловцев. И на основании теоретических данных профессор Крупин пришел к выводу, что характер переломов у туристов свидетельствует о взрыве баллистической ракеты. Все выкладки медико-физического характера приводить нет смысла, главное резюме компетентного специалиста. Кроме того, нам позвонили три человека, которым в разное время на Северном Урале местные работники пенитенциарной системы, в частности начальник одной из колоний, в ходе приватных подчас пьяных бесед говорили, что ракета сошла с курса и ее подорвали. Нелепая случайность. Может это и досужие разговоры, но ведь нет дыма без огня. И почему в ходе следствия так активны были военные? Почему докладывали о расследовании самому генсеку Хрущеву? Кроме того, в подтверждении ракетной версии говорит то, что солдаты войсковой части 6602, одними из первых прибывшие на гору мертвецов для поиска дятловцев, в окрестностях горы обнаружили огромное количество дохлых куропаток. Они, очевидно, перемерли от нехватки кислорода. Это нам рассказал солдат-поисковик Сергей Верховский. Ну и, наконец, самое страшное и показательное свидетельство. Оно очень косвенно, но именно такие еле уловимые мелочи и являются самыми бесспорными. Пенсионер Владислав Шнейдерман рассказал, что в 1963 году он в составе инженерной группы находился на учениях в Первоуральске. Там исследовалась имитация ядерного взрыва, но не в этом суть. Как-то вдруг в разговоре всплыла тема гибели дятловцев. В то время это еще вызывало активный интерес в народе. И вот среди людей, оказавшихся на учениях, выискались два профессиональных военных. Они сидели отдельно. И, услышав разговор о дятловцах, один офицер вздохнул и шепотом сказал другому. Да, наделали мы делов. Вот, собственно, и все, что касается и ракетной версии, и всех версий вообще. Это все теоретические размышления. Что можно с ними делать? Можно над ними дальше думаться, придумывать новые версии, можно вариться в этом уже выдавленном соку еще десятки лет. Или можно, например, проводить социологические опросы, как это сделала группа независимых исследователей, помощников ТАО. Эти юные люди, преимущественно леди, не поленились и опросили около 500 человек на тему, какая версия гибели дятловцев им кажется наиболее реальной. И вот, что сказал народ. Большинство, 40% респондентов, затруднились ответить. Но не потому, что были пьяны, а просто подтвердили, что тайна перевала Дятлова это действительно тайна. Мистическую версию, то есть легенду о 9 погибших Манси и ее связь с современной историей поддержали 29%. За военную версию, то есть за испытание какого-либо оружия высказалось 20% людей. И, наконец, свою версию выдали 11% опрошенных. Что же это за своя такая версия? На это тоже имеется социологическая расшифровка. Абсолютное большинство из предложивших свою версию, 46%, настаивают на том, что туристов дятловцев убила природная стихия ловина, ветер или звери. То есть их гибель не является делом рук человечек. 20% из предложивших свою версию склоняются к причастности НЛО, то есть тоже гибель ребят дело рук нечеловеческих. 9% обвиняют в гибели туристов правительства, то есть просто обвиняют власть как таковую. 7% посчитали, что дятловцы замерзли сами по себе. И, наконец, 18% самостоятельных респондентов высказались за другие варианты, которые мы в этом фильме, впрочем, уже предлагали. Как то, убили бандиты или сами ребята переругались или просто несчастный случай и так далее. Таковы итоги опроса. О чем они говорят? Да почти ни о чем. Тоже. Только лишь версии, только мнение. Это говорит о том, что загадка остается. Но все же в качестве резюме, в качестве главной, почти 100% версии, автор этих строк в качестве личного мнения рискнул бы выдвинуть ракету, сбившуюся с курса и подорванную над горой мертвецов. Это и явилось первопричиной гибели девяти молодых туристов. Все остальное сделала мрачная северная природа. Ну и в качестве главного изюма, припасенного на пасашок, мы предлагаем вашему вниманию еще одну версию. Последнюю. Это коллективная точка зрения телевизионного агентства Урала. Можно сказать, что это отдельная 13-я версия. Можно сказать, что это логическое продолжение предыдущей ракетной гипотезы. Эта последняя версия, по нашему мнению, может объяснить все. И фишка этой версии в том, что она опирается не на конкретные следы и факты, как остальные версии, а наоборот, на полное отсутствие этих следов и фактов. Вот что имеется в виду. Чтобы понять, нужно полностью абстрагироваться от всей фактуры, представшей поисковикам 26 февраля 59-го года. То есть, забыть, что палатка стояла на вершине горы мертвецов, что тела лежали на склоне и в лесу, забыть о потухшем костре, о последней фотографии и прочих явных вещах. Это, конечно, тоже всего лишь догадка, но она легко съедает все непонятности нестыковки и снимает все вопросы. По этой версии события развивались примерно так. 31 января группа Игоря Дятлова подошла к подножию горы мертвецов. Об этом есть упоминание в дневнике, этого не отняли. Что было дальше, это чистейшее теоретизирование. Допустим, 1 февраля дятловцы отошли от Лабаза, но двинулись не на гору мертвецов, а по лесу. Логично прикинув, что до Атартена им не успеть, а ночевать на открытой горе это опасно, и это отмечают все эксперты. Зачем им проявлять лишний героизм в совершенно будничной ситуации? Так вот, шли они шли и вдруг в небе что-то взорвалось. Это могло быть в ночь с 1 на 2 февраля, хотя не исключено, что и позже. А дневниковые листики о следующих днях были просто вырваны позже органами правоохранения. Что взорвалось над туристами, это в данной версии не является ключевым моментом. Скорее всего, это была ракета, о которой говорилось в предыдущей версии. Она сошла с курса и взорвалась сама или ее подорвали по радионеварке. В общем, произошла нештатная ситуация военного свойства. По предыдущей версии гиптил, а сел вниз на туристов и они задохнулись. То есть ребята либо погибли сразу, либо были сильно поражены. Переломы головы и ребер могли возникнуть при попадании в людей кусков ракеты. А может и нет, это не суть. Логика событий говорит за то, что если произошло «А» ракета взорвалась, то неизбежно следует «Б» на место взрыва прилетела группа чистильщиков, то есть специалистов, занимающихся сбором осколков и прочими делами, предписанными в этой ситуации. Наши эксперты утверждают, что по устоявшимся нормам тех времен к запланированному месту падения ракеты заранее прилетала группа зачистки, ставила лагерь в нескольких километрах от предполагаемого места финиша ракеты и ждала. Если же ракета взрывалась в непредвиденном месте, в составе этого чистильного коллектива был один офицер и шесть солдат. Но в случае с дятловцами произошла накладка. Группа зачистки прилетела к месту, а там в лесу возле палатки девять мертвых или полумертвых студентов. Они видели, как взорвалась ракета, но добили их, скорее всего, не за это. Если бы чистильщики оставили умирающих студентов на месте, то их обнаружили бы поисковики. По следам стало бы понятно, что ребят убила ракета, пошли бы слухи, ай-яй-яй, советская военщина погубила девять живых человек. А это ни военным, ни цивильной власти не надо. Был, конечно, вариант собрать мертвых туристов, их палатку, вещи, все это загрузить в вертолет, вывести за три девять земель и там закопать, закатать в цемент, растворить в кислоте и так далее. То есть бесследно ликвидировать. Но чистильщики знали, что придут поисковики и будут искать потерявшуюся группу по всему району. И вот тут всплывает тайна. А не было ли в этом околовке секретных военных объектов? Подземных ракетных баз, аэродромов, вырубленных в скалах и так далее. Об этом слухи ходили, но никто толком не видел этих секретных объектов. Хотя наши знакомые, жители севера, рассказывают, собираешь, бывалыча, ягоду, приляжешь на почву и слышишь, под землей поезд идет, а в округе до ближайшей ЖД ветки 100 километров. В пользу наличия тайных баз говорит то, что во время поисков в дятловцы в некоторые районы органы госбезопасности народ не пускали. Почему? А почему после гибели дятловцев этот кусок тайги был на 4 года закрыт для туризма? Что там такое обнаружилось? Короче, речь идет о том, что чистильщикам нельзя было не оставлять трупы дятловцев у палатки и не увозить их совсем. И, видимо, свыше им поступил приказ фальсифицировать ситуацию, максимально запутать следствие. И вот из этого постулата проистекает все дальнейшее. Чистильщики, конечно, не 7 человек, а огромная группа товарищей, прилетели на место взрыва ракеты в этот же день, 2 февраля. И с этого дня до 26 февраля у них времени было море. Ну, предположим, сняли они с трупов одежду, взяли палатку, отвезли все это в прачечную, хоть в штате Коннектикут, и отстирали от гептила, от радиации и прочей беды из взорвавшейся ракеты. А дальше уже идет полная фантазия. Тела положили, чтобы создать некую иллюзию. Возможно, и трупы вывозили с места гибели, переодевали, вырезали язык, ломали ребра и так далее. Потом тела разложили на горе мертвецов, палатку порезали, поставили на открытой местности. Последняя фотография места? Так это она снята позже? Тоже фальсификация. Если исходить из-за этого, то, в принципе, органы госбезопасности могли пригладить и данные судмедэкспертизы, и материалы уголовного дела. Известно, что ряд страниц в деле отсутствует. Кроме того, вопрос, на кой об обычном убийстве девяти студентов докладывать самому Генсику Хрущеву? Ясно, дело нечисто. Вот такая версия. По ней выходит, что не было никакой загадки, никакой героической борьбы за жизнь. Никто из ребят не залезал на кедр, чтобы наломать дров. Рядом вообще был валежник. Все это было подстроено. Благо, времени у чистильщиков был вал. А если они не успевали, то запросто могли задерживать поисковиков рулить ими, конечно же, в темную. Были люди, которые знали истину, ну а остальные искали искренне, плутая в потьмах, роя снег, где можно. Почему всех травмированных нашли только в мае? Да потому, что они лежали под четырехметровым слоем снега. Как раненые люди могли закопаться на такую глубину? Вероятно, их травмированных и уже мертвых сбросали в яму поглубже, чтоб сначала нашли целых, просто замерзших туристов. Следствие бы отработало версию бытовой гибели и, казалось бы, все просто. А потом летом нашлись бы остальные раненые, попорченные временем и природой тела. А уже ничего не понятно. Может, так рассудили чистильщики? Варианты возможны. Принципиален вопрос, убивали ли они туристов или те уже были мертвы. Четкого ответа нет. Скорее всего, чистильщики это не отморозки, как эскадрон смерти. Но, с другой стороны, у них на любой случай должны были быть жесткие инструкции. И не исключено, что в те советские мрачные времена чистильщикам предписывалось ликвидировать лишних зрителей, тем более отравившихся гептилом. Их действительно могли просто заморозить заживо. Оранжевый цвет кожи от гептила остался. Известны случаи, когда на Алтае падали вторые и третьи ступени ракет, стартовавших с Байконура. Так на Алтае в чистейших горных местах в немалых количествах стали рождаться оранжевые дети, которые вскоре умирали. Короче говоря, резюме из всего, что было рассказано в фильме, скорее всего, погибли туристы-диапловцы при вполне банальных обстоятельствах от взрыва ракеты. Все остальное это умелая инстанцировка госбезопасности. Ее цель максимально запутать следствие и, похоже, органы с этим блестяще справились. Соблюдены даже такие нюансы, как 8 бар следов, ведущих вниз. Вероятно, их оставили чистильщики за несколько часов до появления первых поисковиков. Все остальные следы были аккуратненько уничтожены. Благо, в ветреной тайге это не сложно. Вы спросите, а почему за столько лет не просочилась информация об истинной картине трагедии? Скорее всего, чистильщики, работавшие на горе мертвецов, это люди-не новички, занимались они этим не впервой. Лет им в то время было, ну, скажем, под 30, то есть это уже офицеры, взрослые. Плюс к этому работа у них вредные для здоровья. Со средствами личной защиты раньше было так, кали-вали. Трудились за страх и, вероятнее всего, чистильщики подолгу не жили и вся та бригада умерла еще до начала классности в стране. А рассказывать кому-то из близких тоже нет. В то время подписка о неразглашении действовала, как замок на рту. И, наконец, последним косвенным аргументом в пользу ракетной версии является доселе секретная карта схема районов, в которых падают отделяемые части ракет-носителей, запущенных с космодрома Плесецк, что в Архангельской области. Раньше подобная информация была строго засекречена. Но в январе 2000 года газета «Коммерсант» опубликовала эту карту. И связано это вовсе не с раскрытием некой страшной военной тайны. Просто теперь у космодрома Плесецк не хватает денег на то, чтобы своими силами подбирать в глухих местах Родины остатки ракет. И космодром объявил тендер среди коммерческих фирм. То есть, если раньше к фрагментам ракет, упавшим на землю, никого близко не подпускали, все боялись, что шпионы Антанты их секрет прознают, то теперь любая фирма может выиграть тендер и сдавать эти ракетные обломки в утиль, на металлолом. Такова современная реалия. 2000 год далеко не 1959 год. Но речь-то в целом не об этом. Главное, на карте, напечатанной в коммерсанте, указаны конкретные районы падения ракетных ступеней. Наиболее забрасываемыми являются районы Нарьянмара, Койду и Масеева. Только туда военные из Плесецка закинули более 7000 тонн металла первых ступеней створок обтекателей хвостовых отсеков ракет Космос-3М и Циклон-3. Группа ученых-экологов из Питера обследовала эти районы и пришла к выводу, что районы Ледовитого Гептила. Всего, по обратите внимание официальной информации, Плесецк использует 21 район падения с суммарной площадью 140,7 тысяч квадратных километров. Из них 16 районов на суше, 5 стало быть в Северном Ледовитом океане. Нам в данном повествовании интересны парочка районов падения ракет, находящихся в непосредственной близости от перевала Дятлова. Что такое непосредственная близость? Это все в пределах сотни, двух сотен километров. То есть получается, что космодром Плесецк официально объявил, что куски его ракет падали в окрестностях перевала Дятлова. Не на самом перевале, но рядом. Наиболее внимательные историки смогут заметить. Общеизвестно, что Плесецк официально открылся в конце 59-го года, а погибли туристы-дятловцы в начале того же года. Но на это можно предположить, что для того, чтобы запустить целый военный космодром, необходимо сначала с него запустить несколько пробных ракет, как минимум. Вот вам и повод поприкидывать. С какого года начались неофициальные испытания ракет на Плесецке, неизвестно. Но зато известно, что тогда, в 60-е и 70-е, в год с Плесецка улетало по 60-80 ракет. Сейчас на порядок меньше. Например, в 99-м году с Плесецка стартовало 4 союза, 1 молния и 1 космос. Так вот, совсем не исключено, что тогда, в феврале 59-го, в окрестностях перевала Дятлова рухнула либо часть ракеты, либо ракета целиком, чуток отклонившаяся от боевой траектории, что и явилось первопричиной гибели 9-ти молодых туристов. А все дальнейшее, по нашему мнению, было в СССР. Это, конечно, лишь сиждящиеся на крепких аргументах предположения, а не железный факт, но ясно, что истины где-то рядом. Ответственность лежит на тех системах, тех органах, которые занимались подобными испытаниями. Они должны были обеспечить безопасность людей. По сути дела, они не побеспокоились о том, что в зону запуска, в зону испытаний могли попасть случайные люди. И это произошло, и на них ответственность лежит. И еще я хотел бы добавить, что пока мы не будем располагать данными конкретными от Министерства обороны, мы будем заниматься вот этими версиями, а иногда и домыслами, поскольку только факты могут подтвердить, что произошло в ночь с 1-го на 2-е февраля 59-го года. Более того, я думаю, даже никто их и не засекречивает. Просто тот архивариус, который сидит на этих документах, даже не подозревает о том, что эти документы хранят тайну или могут раскрыть эту тайну. Нужно, чтобы нашелся человек вхожий в Министерство обороны, ну, например, из газеты «Красная звезда», человек, имеющий отношение к военным проблемам, и нашел ту дверь, куда постучать, нашел ту полку, где надо порыться и найти те документы, которые бы показали, что произошло в этот день, в этот вечер. И потом прокомментировали специалисты, могло ли быть вот такое воздействие, такие последствия от события этой ночи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok